Продолжение следует... В студии работает Руслан Ачиров и в течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и познавательной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Как благодаря нацпроекту развивается дорожная сеть Якутии. Как заменить водительское удостоверение и каковы его сроки действия. На госуслугах авто начал работать функционал, позволяющий предъявлять права в электронном виде. Что такое пешая колонна и как может двигаться колонна детей. Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит певец, журналист и ведущий Евгений Прокопьев. А в начале нашего выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 22 по 28 мая зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, где погиб один человек, травмировано 28, в том числе пострадало шестеро несовершеннолетних. Так, 26 мая на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В ходе проверки предварительно установлено, что водитель, следуя по тротуару и управляя электросамокатом, совершил наезд на 60-летнего пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате пожилой пешеход получил различные травмы. 27 мая в Якутске по Вилюйскому тракту водитель, управляя автомобилем марки «Тойота Виш», не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на столб уличного освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка иномарки. Ее увезли в республиканскую больницу. В ходе проверки установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. В этот же день, 27 мая, в приемный покой Национального центра медицины обратился несовершеннолетний мальчик с диагнозом автотравма. В ходе проверки установлено, что водитель, управляя автомашиной марки «Тойота Виш», двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на мальчика 7 лет, который двигался на детском самокате. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести. 28 мая неустановленный водитель, управляя автомашиной марки «Мазда Аксела», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки «Тойота Королла Филдер», после чего пешком покинул место ДТП. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пассажиров обоих автомобилей с различными травмами. Госавтоинспекция напоминает в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем транспортного средства требования у полномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. А мы продолжаем. У российских автомобилистов появилась возможность предъявлять права в электронном виде. Напомним, что систему начал тестировать с октября прошлого года и с тех пор обновился функционал госуслуг. Теперь любой автомобилист может скачать QR-код для предъявления его инспектору ГИБДД. Можно ли теперь не возить с собой бумажные документы? С сотрудниками ГИБДД разбирался наш корреспондент Ларина Сукуева. Режиссер программы «Про авто» Иван Игнатьев решил лично убедиться, как работает приложение госуслуги «Авто», содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверку осуществил сотрудник ГИБДД Илья Леонидов с помощью служебного мобильного устройства с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода. Версии всегда нужно скачивать, которые доступны нам до обновления. Любые смартфоны, которые мы пользуемся, iOS, Android, которые у нас есть, обновляем до последней версии. И туда можем внести данные своих водительских удостоверений, также связи с его регистрацией транспортных средств. Как отмечают пользователи в соцсетях, уже воспользовавшиеся опцией предъявления цифровых прав, после считывания кода инспекторам приложение запрашивает подтверждение того, что пользователь действительно предъявил QR-код сотруднику ДПС. Также отметим, что доступ к правам и СТС в приложении открыт даже без подключенного интернета, если ранее эти документы были единожды подгружены. Но у нас никто не отменял еще правила дорожного движения, пункт правил 2.1.1 ПДД РФ, о том, что мы должны с собой возить все-таки документы на право управления транспортными средствами и связи с регистрацией транспортными средствами. С помощью приложения госуслуги авто на сегодняшний день можно не только предъявлять документы, но и оформить ДТП через Европротокол. В нем доступен сервис проверки автомобиля. Есть возможность записи на регистрацию транспортного средства и замену прав, а также оплаты и обжалование штрафов за нарушение ПДД. За последние три года количество аварий на автодорогах нашей республики значительно сократилось. И это стало возможным в том числе благодаря реконструкции и ремонту дорог и обустройству дорожной инфраструктуры, которые проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Те, кто много ездит по стране, видят перемены повсеместно. В регионах стало больше освещенных трасс, дорог с защитным разделительным барьером. И программа коснулась также и нашей республики. О том, как проводятся работы в рамках национального проекта, нам сегодня расскажет Лена Чемизова, начальник отдела обработки административных материалов и пропаганды безопасности дорожного движения Государственного казенного учреждения Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Добрый день, Руслан. Добрый день, уважаемые зрители. Для начала расскажите, пожалуйста, о проекте «Безопасность дорожного движения». Каковы его цели и задачи? Безопасные качественные дороги реализуются в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в стране. Строятся новые мосты, магистрали, обустраиваются пешеходные переходы, дорожки. Внедряются современные технологии и материалы, а также внедряются информационные транспортные системы. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» направлен как раз на снижение аварийности, снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Одной из ключевых целей данного проекта является снижение аварийности на дорогах. Какие результаты достигнуты в этом направлении? Правительством Российской Федерации утверждена стратегия снижения аварийности. Они ставят перед собой амбициозные цели. До 2030 года аварийность должна быть снижена к нулю. То есть на дорогах вообще не должно быть пострадавших. По состоянию на сегодняшнее число наша республика занимает 14 место, а по итогам 2022 года мы занимали 15 место. Какова цель в этом управлении автодорог? Основными целями управления автодорог является организация дорожного движения на региональных, межмуниципальных и дорогах местного значения, а также обеспечение безопасности дорожного движения посредством внедрения камер, фото, видеофиксации для снижения аварийности. А на данный момент какая работа идет по данному проекту? В настоящее время у нас заключены контракты. В этом году ведутся уже работы по обустройству дорог на региональных дорогах. Это Мухтуя, Нам, Аймекон, Алёкма, ну и других. Всего 13 дорог, где ведется такая работа. Скажите, пожалуйста, какова оснащенность техникой видеофиксации? В республике у нас функционирует 121 комплекс автоматических камер, фото, видеофиксации, нарушений правил дорожного движения. Они установлены в городе Якутске, в Мирном, в Нерингре, на региональных и федеральных дорогах. Но мы на этом не останавливаемся и до конца 2024 года планируем установить еще 80 таких камер. Ну, безопасность на автодорогах – это не только видеофиксация, это еще и освещение, да? Соответственно, оборудование дорожными знаками. Можете поподробнее об этом нам рассказать? Да, действительно, хорошее освещение, оно снижает аварийность на дорогах, как показывает статистика, почти на 65%. Хорошее освещение также способствует наименьшему, наименьшей утомляемости водителю, то есть он видит хорошо дорогу, большей пропускаемости на дорогах, да, снижению скоростного режима, что конкретно влияет на безопасность дорожного движения. Так, в прошлом году на дорогах регионального и межмуниципального значения в рамках БКД, да, было проведено около 4 тысяч барьерного ограждения, установлено 400 светильников и проведено 20 тысяч погонных метров освещения. А какие улусы охвачены этим проектом? В этом году у нас 5 районов должны быть обустроены дорожным освещением. Вот буквально на днях был сдан объект в Кобяе, в Кобяйском улусе, где проведено дорожное освещение. В апреле были сданы объекты на автодорогах Джиган в Жиганском улусе, да, поселок Джиганск, в мостах в Кобяйском районе. На очереди у нас еще село Утыкёль в Татинском районе и поселок Нижний Бестяк Мегино-Кангаласского района. А какие планы и какая еще предстоит работа в ближайшем будущем? По плану в этом году у нас еще обустройство дорог порядка 245 километров. Заключено 32 контракта и подрядчики в данный момент приступили к исполнению своих обязательств. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была Лена Чемизова, начальник отдела обработки административных материалов и пропаганды безопасности дорожного движения управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. С 1 марта 2023 года водительские права стали оформлять без штрих-кодов. Возможности применения ряда категорий расширили. А вот скидку при оформлении и замене документа отменили. Разбираемся, что важно знать водителям при замене документов и когда стоит поменять права. Национальное водительское удостоверение подлежит замене в тех случаях, если истек срок действия, то есть 10 лет, либо изменены персональные данные владельца водительского удостоверения, либо при утрате. Необходимые документы – это заявления, документы, удостоверяющие личность, то есть паспорт, либо иной другой документ. После сечения срока действия требуется обязательно медицинское заключение и оплата государственной пошлины. Эту процедуру можно будет также получить через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Данная процедура составляет 15 рабочих дней. Также могут подать заявление через портал государственных услуг, также подойти в порядке живой очереди, обратиться. Если заявитель поменял персональные данные, то обязательно требуется документ о перемене, допустим, имени, либо освидетельство о заключении брака и иные другие документы. При утере возможно подойти без медицинского заключения, то есть получить великий удостоверение на оставшийся срок. Если заявитель изъявляет желание продлить на 10 лет, то требуется медицинское заключение. Организованная пешая колонна – явление не очень распространенное. Чаще всего такие колонны используются при передвижении большого количества военных. Также в виде колонн могут передвигаться и дети школьного возраста. Обычно таким образом они следуют в детские летние лагеря, экскурсии и так далее. Как должна двигаться пешая колонна детей? Какие штрафы предусмотрены в случае нарушения правильного движения организованной пешей колонны? Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Организованная пешая колонна – это группа людей, которые идут по дороге в одну сторону. Такой колонной могут объявить себя любые четыре человека с флажками или фонарями в темное время суток. Об этом нам поведал юидовец Илья Строев, который состоит в движении больше года. И он серьезно подумывает в будущем вступить в ряды ГИБДД. Пешеходы, сопроводящиеся в колонне, они должны двигаться по обочине, либо по пешеходному переходу. И должно быть два взрослых сопровождающих. Кроме того, на проезжей части можно выстроиться не больше, чем по четыре человека в ряд. Сопровождающие в это число не входят. А сколько человек должно быть сопровождать взрослых, имеется в виду? От двоих. Два – это можно, и до четверых. В руках они должны держать? Дети, либо взрослые, чтобы обознать, что это пешая колонна? Да. Они должны держать красные флажки, такие маленькие. Флажки сигнализируют водителям о необходимости сконцентрировать внимание. И отметим, что в отличие от движения пешеходов, организованная колонна должна идти по попутной стороне проезжей части, то есть в одном направлении с транспортными средствами. За пределами города колонны движутся по направлению транспорта, то есть навстречу транспорту. А если мы движемся в городе, то по направлению. Это обязательно требование по направлению транспорта, потому что, ну, во-первых, можно в любой момент сесть, сойти и так далее. Переход через улицу групп учащихся разрешается только по пешеходным переходам, обозначенных разметкой или дорожным указательным знаком пешеходный переход. А если их нет, то по линии тротуаров или обочин. Запрещено перемещаться, бегать, выбегать из колонны, друг друга там дергать, кричать, уезжать, как говорится. Ну, все дети маленькие, и поэтому, конечно же, с ними идут и воспитатели, и учителя. Колонна по краю дороги или по ее обочине должна двигаться строго по одному. Если группа идет по двое, по трое, то водитель приближающегося транспорта может не увидеть людей, скрытых от него идущими по ближайшему ряду. А если это дети, то не исключена опасность, что один из дальних детей может выкинуть, играя ближнего на дорогу прямо под колеса машины. В кодексе по административным правонарушениям нет штрафов, предназначенных непосредственно для организованного пешеходного колонны. Однако, если колонна не обозначена флажками и фонариками, либо в ряд, в ней идет по пять человек или более, то она не является организованной. А на участников такой прогулки по правительственной части могут быть наложены следующие штрафы. Согласно статье 12.29, части 1, нарушение правил дорожного движения пешеходам наказывается предупреждением, либо штрафом в размере 500 рублей. Согласно части статьи 12.30, нарушение правил дорожного движения, создающим помехи транспортным средствам, наказывается штрафом в размере 1000 рублей. И согласно части 2 статьи 12.30, кодекса по административным правонарушениям, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, оказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. Таким образом, каждый участник может быть оштрафован на сумму от 500 до 1500 рублей. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, где горожане проверяют свои знания на правил дорожного движения. По традиции, наш тест состоит из 10 вопросов, и сегодня на них ответит певец, журналист и ведущий Евгений Прокопьев. Добрый день. Приветствую. Здравствуйте, дорогие телезрители. Да, Евгений, у нас такой традиционный вопрос. Какой у вас водительский стаж? Так, водительский стаж, что-то я одно время подсчитывал, потом сбился с счет, в 90-31 год. 31 год. А, Б, С категории. А, Б и С. Здорово. Но есть волнение? Естественно, потому что правила меняются, с тех пор многое поменялось в правилах, и водителям всегда нужно штудировать, проверять себя, вот как, например, сегодня. Спасибо за приглашение. Ну, сегодня есть возможность проверить свои знания, будет 10 вопросов, и, пожалуйста, первый вопрос, внимание на экран. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Варианты ответов – можно. Можно, если грузовой автомобиль А двигается со скоростью менее 30 км в час. И третий вариант – нельзя. Ну, судя по логике, смотрите, там прерывистая линия, значит, обгон не запрещен, но далее следует пригорок. Но если до пригорка еще порядочное расстояние, то дорожники, наверное, отметили с таким расчетом, что там обгон является безопасным. Я думаю, что можно. Можно. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Варианты ответов – обязаны. Второй вариант – обязаны, если легковой автомобиль поворачивает налево. И третий вариант – не обязаны. Я думаю, что обязан, потому что водитель, с которого ведется съемка, он стоит не на главной дороге, а главная дорога идет там, где как раз поворачивает тот черный автомобиль, и он поворачивает налево. Соответственно, главная дорога у того черного автомобиля, который поворачивает, ему нужно уступать. Туда вариант номер один. Вы намерены выполнить разворот в ваши возможные действия. Варианты ответов – отказаться от преимущества в движении и приступить к развороту после проезда легкового автомобиля. Выехать на перекресток первым и, уступив дорогу легковому автомобилю, закончить разворот. И третий вариант – допускаются оба варианта действий. Ну, если я выйду на перекресток и начну разворачиваться, и почти развернусь, то справа будет уже тот автомобиль, а не я для него. То есть, я вынужден буду уступить ему дорогу, чтобы он проехал, и тогда закончу разворот. Вариант номер два. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы уступить дорогу маршрутному транспортному средству, отъезжающему от тротуара, где нет обозначенного места остановки? Варианты ответов – обязаны. Не обязаны, если вы управляете легковым такси. И третий вариант – не обязаны. Ну, там нет места для… обозначенное место для остановки вот этого маршрутного автобуса, да. Значит, я, скорее всего, не обязан ему уступать дорогу. Во-первых, потому что он отъезжает с обочины. Туда вариант номер? Вариант номер не обязан. Три. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков запрещают дальнейшие движения без остановки? Варианты ответов – А и Г, Б и В, В и Г – все знаки. Все-таки вариант – Б и В. Б и В. Вариант номер два. Ладно, пусть будет. Забыл я, что учил. Ну, 31 год. Так, и какой выбираем ответ? Б, В. Б, В. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Укажите расстояние, под которым в правилах понимается дистанция. Варианты ответов – только А, только Б, только В, А и В. Ну, дистанция – это расстояние до впереди идущего автомобиля. Значит, вот вариант – Б. Вариант номер два. Только Б. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам начать обгон грузового автомобиля в данной ситуации? Варианты ответов – можно. Можно только после проезда дорожного знака. И третий вариант – нельзя. Ну, этот грузовой автомобиль уже пошел на обгон. Он включил поворотку левую. Или же он показывает мне, что обгон невозможен сейчас, подсказывает, как водитель большегрузного автомобиля. Если бы там была бы правая поворотка, я бы сейчас смело пошел бы, наверное. Но, скорее всего, что обгон запрещен здесь. То есть, вариант номер три. Да. Так, следующий вопрос. При повороте направо вам следует? Вариант ответов – уступить дорогу легковому автомобилю. И второй вариант – проехать перекресток первым. Ну, здесь Т-образный перекресток, очень типичный для наших районов. Сатал, Жатай, Марха и так далее. Я первым проеду, потому что для него я помеха справа. Проезжаем перекресток первым, вариант номер два. Хорошо, следующий вопрос. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас. Варианты ответов о его намерении начать движение, о его просьбе оказать помощь. И третий вариант – об имеющейся опасности за поворотом. Ну, судя по всему, на его автомобиле не работают знаки поворотов. Поэтому здесь допускается такая ручная симафоризация. Поэтому, мне кажется, здесь применимо даже к велосипедам правило, что я собираюсь поворачивать сейчас налево. Ну, и, соответственно, вариант А – то, что он начинает движение. Намерение начать движение – вариант номер один. Принято. Последний вопрос. Движение в населенном пункте со скоростью более 60 км в час разрешается, варианты ответов, только при выполнении обгона. Второй вариант – только если установлены дорожные знаки, разрешающие движение со скоростью более 60 км в час. И третий вариант – в обоих перечисленных случаях. Ну, в населенных пунктах вообще нельзя свыше 60 ездить. Но если там какая-то трасса, где можно там под 90 двигаться, и разрешается это, то тогда можно. Какие-то вопросы у вас каверзные? Мы сейчас все узнаем. Вариант номер два. Вариант номер два. Это был последний вопрос. Дорогие друзья, ну что, Евгений Прокопьев ответил на все 10 вопросов. А насколько правильно, мы сейчас узнаем. Результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Наталья. Ну, как у меня успехи? Сдал, не сдал? Сейчас мы с вами это узнаем. Первый вопрос был. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Водитель легкового автомобиля находится между двумя грузовыми автомобилями. В соответствии с правилами, прежде чем начать обгон, вы обязаны посмотреть вперед, но также посмотреть назад. И убедиться, что вас никто не обгоняет. Нет. Грузовой автомобиль «Б» уже включил сигнал поворота. Это был неправильный ответ. Обгон начинать нельзя. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Если мы внимательно посмотрим, Евгений, на перекресток, то вы увидите, что помимо знаков приоритета там еще присутствует светофор. А если у нас есть светофор, то знаки приоритета не работают. На знаки приоритета в данной ситуации мы смотреть не должны, и вы не обязаны были уступать дорогу грузовому автомобилю. Вы ошиблись. Светофор? Вы его обрезали специально, чтобы я не заметил. Вы намерены выполнить разворот. Ваше возможное действие. Здесь вы выбрали второй ответ и ошиблись. Отказаться от преимущества правилами дорожного движения не запрещено. Соответственно, правильный ответ будет, возможно, оба варианта действий. Обязаны ли вы уступить дорогу маршрутному ТС, отъезжающему от тротуара, где нет обозначенного места остановки? В соответствии с трайлами водители обязаны уступать маршрутному ТС автобусам и троллейбусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Здесь такого нет. Вы ответили правильно. Не обязаны. Это что, единственный правильный пока ответ? Пока да. Какие из указанных знаков запрещают дальнейшее движение без остановки? Несмотря на то, что вы сомневались в этом ответе, но ответили правильно. Действительно, знаки В и В запрещают дальнейшее движение без остановки. Укажите расстояние, под которым в правилах понимается дистанция. Уверенно, дали правильный ответ. Действительно, дистанция у нас до впереди движущегося автомобиля. Тут я вошел, видимо, во вдохновение и начал отвечать правильно. Вспомнили. Можно ли вам начать обгон грузового автомобиля в данной ситуации? Вы правильно рассуждали. Грузовой автомобиль подал сигнал поворота налево. В такой ситуации обгон вам запрещен. Правильный ответ. Слава Богу. При повороте направо вам следует. Здесь вы также рассуждали правильно. Действительно, у вас нет помехи справа. Вы можете проехать первым. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас. Действительно, вы дали правильный ответ о его намерении начать движение. Движение в населенном пункте со скоростью более 60 км в час разрешается только в случае, если установлены знаки «это разрешающее». Вы дали правильный ответ. Евгений, из 10 вопросов вы ответили правильно на 7 вопросов. Это неплохой результат, но тем не менее, я рекомендую вам повторить правила дорожного движения, что и вы сами всем рекомендовали. Повторите еще раз правила дорожного движения. Спасибо большое. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и удачи на дорогах. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok